Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья, и вы на канале Репеня. Дорогие подписчики, спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что вы все такие разные, с разными вкусами, предпочтениями, с разным понятием о красоте и о том, как надо и как не надо. Я, если что, говорю совершенно искренне, без ихидства, подковы или какого-то подвоха. Реально, если бы не вы, я никогда не открыла бы для себя удивительный мир сорняков. Не заболела дальневосточными растениями и не мечтала о сибирских ирисах. И вообще никогда и ни за что не вписалась бы в репейник. Вы бы удивительны. Ваши комментарии поддержки помогают нам понять, что мы двигаемся в правильном направлении. И все было не зря. Ваша критика заставляет нас делать работу над ошибками и стремиться быть лучше. Ваше несогласие с нами о красоте или пользе того или иного растения говорит, что мы недостаточно хорошо раскрыли его свойства и не смогли донести до вас, насколько оно прекрасно и удивительно. Иногда я прям чувствую себя адвокатом растения. К чему я все это говорю? Недавно у нас в ВКонтакте под постом Объясницы Мохнатоплодном разгорелся небольшой диспут. Так как посты выложены в открытой группе, а не в частной переписке, я позволю себе их процитировать. Слушайте, ребята, у вас совсем крыша поехала. Ну ладно, мы терпели ваши сорняки в виде щучек, веников и так далее. Даже скушали золотарник, который весьма аллергичен для людей. Агрессивен и дает кучу самосева. Но теперь вы начали продвигать ядовитые растения. А вы в курсе, что если в жару постоять рядом с этим растением, то на теле появятся ожоги. А если дети рядом поиграют с этим растением? Да, он красив. Спору нет. Всех денег вы все равно не заработаете. И еще два. Репейник. Мы все взрослые люди. Мы понимаем, для чего вы это делаете. Чтобы люди покупали это растение. Некоторые люди сажают растение у себя во дворах, рядом с детскими площадками, и не задумываются, что они сажают. Пусть это останется на вашей совести. Растет ясенец в горах, пусть там и растет. К растению претензий не имею. Оно действительно очень красивое. И последнее. Наталья. К сожалению, есть люди, которые не любят читать. Смотрят на картинку, покупают и сажают. А потом, а потом в больничку едут в ожоговое отделение. Мне непонятно, а почему борщевик еще в питомниках не продают? Ведь оно такое красивое и высокое. Автор. Большое вам спасибо за ваши сообщения. Позволю ответить вам на них в видеоформате. И надеюсь, что это станет началом интересного диспута. Начну с конца. Вы правы, что очень часто люди покупают растения импульсивно. Толком не разобравшись, подходит ли условие участка ему или нет. И уж точно не вникает, ядовито оно или безвредно. А бывает, бывает и наоборот. Усиленно ищут пометку лекарственное. И начитавшись народных рецептов, упускают из вида, что любое растение, обладающее сильным лечебным свойством, имеет обратную сторону медали. Любое лекарство в больших дозировках является сильным, а зачастую даже смертельным ядом. И если вы заметили, мы в своих выпусках всеми силами стараемся избегать темы травничества. Хотя у нас в коллективе есть люди, которые в этой области можно считать профессионалами. Так сказать, потомственные ведьмы и ведьмаки. Но грех на душу никто из нас брать не готов. В этом вы совершенно правы. Более того, мы честно предупреждаем об ядовитых свойствах того или иного вида. Однако отказаться выращивать и высаживать такие растения у себя в парке мы также не готовы. Но я обещаю, что в следующем году у нас обязательно появятся информационные таблички. В том числе предупреждающие об ядовитости того или иного экземпляра. Я, признаться, долгое время придерживалась такого же мнения, как и вы. Продавать и сажать ядовитые саженцы нельзя. Всегда был страх, что кто-нибудь обязательно подойдет и попробует на вкус тис. Кого-то привлекут яркие коробочки бересклета. А клещевина вызовет у посетителей нездоровый интерес. И знаете, знаете что? А я поменяла свое мнение. Потому что если разобраться, то у нас в садах каждое второе растение содержит в себе токсины. Вот коротенький список. Очаровательный дельфиниум. Клещевина. Неповторимый аконит. Наперстянка. Незаменимые осенью безвременники. Майский ландыш. Нарцисс. Дурман. Бузина травянистая. Пижма обыкновенная. Гортензия садовая. Она, между прочим, тоже не очень полезна для здоровья. Большинство рододендронов могут вызвать достаточно сильное отравление. У нас репушка, пока была маленьким очаровательным козленком, отравилась рододендроном. Еле откачали. А крокус весенний содержит яд, от которого вообще нет противоядия. Южанам в этом случае следует отказаться от олеандра. Бесподобная аквилегия крайне ядовита. А про лилии так я вообще молчу. Любителям клематисов также стоит пересмотреть свои вкусы. Туя западная, попадая в организм человека, вызывает внутренние кровотечения. Между прочим, масла из туи отлично лечат бородавки. На себе проверено. Разбитое сердце вызывает аллергические реакции. Даже у ревни съедобен только стебель, а листья и корни содержат в себе токсины. Ах, да. Картофель тоже нужно убрать со своих грядок. Думаете, все знают, что ботва ядовита? А ведь эта культура в свое время послужила поводом не для одного картофельного бунта. Этот список можно продолжать до бесконечности. У нас с вами есть всего два варианта. Первый – это ограничить ассортимент садовых растений до минимума. И тем самым сделать наш сад крайне скучным. Или не тащить все, что попало в рот. И да, про борщевик. Борщевик прекрасен. И инвазивным его сделал человек. У природы есть правило. Если вам не нужна земля, и вы ее не используете, то природа это сделает за вас. Но уже на свое усмотрение. Я действительно очень долгое время думала, как вы. Ведь у нас с вами была одна сторона и одна школа. Но поменяла свое мнение. И знаете, когда? Когда в Праге увидела бордюры из ТИСа. И этот же ТИС был использован в озеленении детской площадки внутри жилого комплекса в центре Варшавы. Между прочим, эта ТИСовая изгородь находится во внутреннем дворике рядом с детской площадкой. И никто не паникует и не боится, что их ребенок съест ягодку или откусит кусок хвой. Странно, да? И при этом я не видела нигде ни патрули скорой помощи, ни полиции, отпугивающие людей, жаждущих полакомиться тем или иным экземпляром. Вы же не считаете, что там живут умные люди, а здесь с мозгами, ну, сами понимаете. Вы же не стремитесь попробовать все, что вам подмигнуло. Так почему же вы отказываете в разумности другим людям? Вот ряд примеров, где представлены гораздо более ядовитые растения, чем ясенец. И эти растения использованы для озеленения общественных пространств. Теперь, что касается моей любви к сорнякам. Какое бы растение вы ни взяли, для того или иного региона, где оно исконно растет, оно считается тривиальным и зачастую приравнивается к сорнякам. Мы же лишь хотим донести до вас, что у природы нет пустых, глупых и ненужных созданий. Природа никогда не ошибается. Может быть, просто имеет смысл посмотреть на окружающий нас мир немного под другим углом, и тогда он заиграет совсем другими красками. Тему сорняков мы не намерены оставлять. У каждого живого существа есть свое предназначение, своя великая миссия. И нам очень интересно докапываться до истины. Ну и последнее. Снова позволю себе вас процитировать. Мы же все взрослые люди. Мы понимаем, для чего вы это делаете. Чтобы люди покупали это растение. Всех денег все равно не заработаете. Мы никогда не скрывали, что растения продаем, а не раздаем. Мы не скрывали того, что хотим ввести в культуру прекрасные, но до сих пор малые известные виды. На наш взгляд, незаслуженно забытые или недооцененные. Мы искренне считаем, что они придадут вашему саду очарование, сделают его неповторимым, а вас счастливыми. И, конечно, мы не стремимся заработать всех денег мира. Хотя и я, и все репеннички считают себя достаточно состоятельными людьми. Много вы знаете людей, которые на свои средства без спонсоров, грантов и донатов строят парк. Не для себя, а для людей. Парк без высокого забора, со свободным доступом, с регулярными праздниками и какими-то мероприятиями. Возвращаю вам вашу же фразу. Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете. Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что не бывает ничего бесплатно. И если за это заплатили не вы, то это кто-то другой сделал за вас. И я сейчас покажу вам этих богатых людей. Вот эти богатые люди. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Все это сотрудники Репейника. Я очень надеюсь, что я исчерпывающе ответила на все ваши вопросы. Цепляйтесь. Добавил субтитры сделал DimaTorzok